Было порядка 14-15 пусков. Далее, при подходе к аэродрому, мы поняли, что будет жесткий плотный огонь, поскольку по аэродрому никаких ударов не наносилось, мы были первые, кто туда пришли. В первом же заходе мы разделились, применили тактику, которую применяли наши отцы еще в Афганистане. 8 вертолетов разбились на два звена по 4, что позволяет замыкать полностью круг, вести постоянно огонь по противнику, который не сможет в ответ ответить, потому что постоянно идет интенсивный обстрел его. Разбились на два звена, замкнули площадь порядка 1,5 километра и начали зачистку аэродрома для того, чтобы благополучно высадить десант. Но при первом же заходе, с удаления порядка 800 метров, мне в лоб выпустили стингер. Понимая, знаете, как сказать, в этот момент расстояние очень маленькое, временно принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигателе, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты. Но ракета взорвалась в районе хвостовой балки, перебила мне блоки. Ну, то есть нарушилось управление, отказал автопилот, отказали приборы, но скорость и высоту показывал. То есть и вертолет, самое главное, мог продолжать огневое воздействие. То есть стрелять я с него мог. Дальше мы выполнили. Мой ведомый за мной шел. Он сразу же, видя, откуда был пуск, стрельбой из пушки, сразу срезал этот расчет ПЗРК. Тем самым больше на мое звено именно воздействия стингеров не происходило. Но стрельба велась плотная, из стрелкового оружия, со всех направлений. Ведомые били по тем местам, где не мог ведущий, например, зацепиться. А, естественно, выявлены в ходе боя машины. Ну, в этом бою я уничтожил одно ЗСУ, сжег один БТР, один расчет миномета.